привет мои дорогие как у вас дела вопрос здесь такой нужны ли вы ему или уже нет как к вам на момент просмотра относятся загаданный вами человек мужчина партнер то человек о котором вы тоже заботитесь и нужно узнать именно в тот момент что он о вас думает и что он к вам чувствует я посмотрю на этих картах они очень интуитивная карты таро и так нужны ли вы мужчине или уже нет у меня здесь такой запах заговоренной лаванды потому что лаванда собрана из моего сада для вас дарю вам на счастье и так верховная жрица на дне колоды мои дорогие здесь вы для него загадка женщина загадка женщина мудрость он может даже завидует потому что вы мудрее его и карта верховная жрица это покровительство луны перемены вы для него всегда разное ему это интересно приятно иногда ты его раздражает озадачивает иногда радует в общем черное и белое по всякому да нужны ли вы ему конечно да потому что кому не нужна такая женщина которая женщина тире друг и выслушает и даст советы поможет в общем настоящее верное до верховная шрица эта верность я вижу по этому раскладу из одной карты потому что а старший аркан это конечно мощно да в общем можно делать расклад в одной карте если она и старшего аркана да вы ему нужны и так начали сигнификации его и вас что такое сигнификация сигнификант это главный главная характеристика в момент как высшая сила видят вас и как высшие силы видят его до вот мы это и посмотрим с вами и так как высшие силы видят вас и еще мы посмотрим как высшие силы видят его потом будем продолжать расклад как высшие силы видят его раз-два все по делу все четко мои дорогие и я держу это пространство открытое для вас чтобы вы здесь могли себя почувствовать надежно да я всегда на вашей стороне и всегда посмотрим четко и прямо и правдиво и так ну что ж вы для него конечно человек мощный да очень мощный здесь король король меча он видит вас как вы владеете его сердцем повладеете его волей и часто когда вы спорите ваша логика она мужская часто у женщин мужская логика у мужчин женская кстати это нормально это так очень часто бывает то есть понимаете он часто сдается как сдается вам вы как король меча проходите в его сознание то есть человек умный очень умный и настойчивые в своих решениях в очень настойчивые и также высшие силы видят вас как человек которому нужна помощь до тройка меча ты человек который пострадал от мужчины от жизни высшие силы видит вас очень логичного человека умного а король меча говорит о том что вы из храбрая смелая опускаетесь в бой с мужчиной хоть он и физически сильнее вас да и это в общем знак вашего естества умного находчивого а также ничего не боитесь это правильно но тройка меча говорит видите сердце все равно изранено вот такой боец израненный боец вы до что мужчина вас обижает высшие силы это часто видят хотят за вас заступиться двойка пентаклей вы можете для себя и для него заработать очень умная находчивая знаете вы можете из небольших денег сделать уют купить что-то выгодно что-то выгодно обустроить даже из вот дешевого какого-то интерьера сделать богатый из дешевой одежды сделать богатый лук вы у вас вот есть изобретательность и у вас будут деньги у вас будет будут деньги высшие силы видят что вы можете жить как говорят и в богатстве в бедности да так видят вас высшие силы вам будет выдаваться сила вот карта очень важная это пашпажи это поиск поиск да вот когда такая пустыня может после не в отношениях может вы ссоритесь мужчина не можете найти общий язык вы находите вы пробуйте найти общий раз язык подход к нему вы не сдаетесь вот он хлопнул дверь ушел да вот обиделся а вы нет куда вам уйти вы понимаете что лишь из жизни не уйдешь да и вы пробуйте всегда найти понимание найти в сердце какую-то любовь к нему чтобы понять его почему он так или иначе поступал кто он по мнению высших сил и и здесь карта сила да он сильный мужчина он может многое может быть он в постели не особо но потому что они используют этот свой талант до конца куда страх у него есть но у него и стержень сильная сильная личность десятка пентаклей вот и высшие силы вид что он не реализованы и он может очень хорошо заработать он может иметь про карьеру он может много достичь высшие силы видят его как человека который может многое достичь своей жизни это хороший знак в общем видят его со знаком плюс а еще вот моя любимая карта своя ношение тяжелая да когда мужчина все тащит в дом он старается для семьи для дома и для него самое главное если вы не замуж за не замужем еще за таким мужчиной вы можете быть замужем десятка жезлов это когда мужчина напрягается потому что любит до две десятки пентакли это вообще когда дом полная чаша и быть благоустроены и есть деньги на новые покупки есть деньги на отпуске есть деньги на то чтобы у всех было все хорошо и на детей на себя если вы замужем если вы не замужем за таким он может стать очень надежным мужем супругом и по десятке жезлов он может быть сильным партнером достойным вас может подставить сильное плечо если он такой не под не делает не подставляет такое плечо да вам но он мужчина который может это делать почему-то не делает это какие-то у него есть знаете что-то восстанавливает мы посмотрим что именно его останавливать чуть чуть больше экран с вашего позволения а потому что карт это хочется видеть четко да посмотрите карта сама вылетела карта луна ну как скажи как женщина поступает в принципе карта луна хорошая карта перемен вообще карта человеческой судьбы карта знаете среднего пути между дикостью и цивилизации да вот такая карта среднего пути карта реализации себя он часто заставляет вас волноваться потому что он не умеет с эмоциями он эмоционально он не умеется вести он какой-то как зомби за зомбированный а карта луна в данном случае это хорошо потому что ну я считаю все четыре до карта луна позволяет ему открываться больше эмоционально открываться больше эмоционально это мужчина иногда как дьявол для вас карта дьявол он часто как дьявол для вас потому что он обманывает может у некоторых может скрывать что-то может в качелях вы находитесь с этим мужчиной он дьявол потому что обижает вас и он иногда самим собой не бывает дьявол владеет и вот как оборотень да кто-то вселился в него подселенец как эта сущность он часто может обидеть и может выпивать по этой карте какая-то зависимость может быть болезнь может быть у него какая-то до болезненная привязанность к чему-то к алкоголю еще к чему-то вот бесполезному проведению времени например да когда-то там что-то ли стоит в инстаграм это же бесполезное проведение времени лучше с пользой провести вот здесь раз раздумывать о себе своей жизни строить планы на свою жизнь но карты дьявола вместе с луной что-то его тревожит мучает как вот какое-то препятствие есть у него кто-то может быть я вот это другой человек кто-то мешает его планом кто-то хочет ему помешать и может быть я вместе с луной его какая-то тоска печаль он не верит свои силы дьявол луна и сила он не верит этот мужчина свои силы вообще вот я возьму карту дополнительно с вашей стороны ну смотрите это тоже король вот опять же вывод мужские карты вам выпадают как я говорю часто мы не не понимаем что женщина мужчина внутри вообще половое предпочтение только в спальне вообще мы все люди да вы вообще вы сдержаны своих чувствах часто бываете может мужчина не уверен в ваших чувствах кстати тоже потому что король чаш именно вот в этом раскладе вы бываете сдержанных своих чувствах может быть он не смог то что хоть должен был ли хотел смысле интима и это сделала так что вы сдержанным своих чувствах вы может не умеете выражать любой по некоторых проиграется не умеете выражать rapport во-первых может быть не выражаете любовь потому что мужчина вас огорчил вот и все он на описали у вас от него были слезы поэтому вы не на рожайте свою любовь потому что вас к ней к нему такие любовь и то же время горе чейзко но а у некоторых проиграется вы не выражаете своей любовь потому что детства вам забили это чувство глубоко вовнутрь до детстве что-то было как эта травма детская можно сказать от самое главное кстати на это мало кто не обращает внимание над главное так что между вами вот эта королева до 1 карта королевы и ход королевы теперь очень хороший знак над королева меча то есть это вы королева меча вам ваш ход до королевский ход и как в шахматах 2 шахматы от одной тоже кстати когда мы играем шахмат его тоже планируем свою жизнь да и размышляем они ведь стороне нужно в него верить это не религия это размышления это выход это советы карта совета всевышнего это духовность на современная я вижу по королеве меча что теперь ваш ход теперь королевский ход ваш ход потому что от него вот эти все дьявольские выходки вам уж как бы надоели да может ревность было может враги может злость врагов может быть кто-то влиял на ваши отношения так называемые третьи лица по дьяволу проходит так называемые третьи лица карт сама перевернулась это это рыцарь пентаклей может быть были задействованы деньги за денег вы поссорились с ним у некоторых это проиграется там например потратился не на то потратил что нужно он не заботился о вас и так далее то есть рыцарь пентакли это он вот этим рыцарем может не был вместе не был вместе с я вам так оно означает но он может вот понимаете суть этого расклада что он может быть рыцарем пентакли человеком зарабатывающим и да он может он может очень многое интересно что император здесь вышел да он император как я говорю что он может да и вышла карта император вот что он может он может быть настоящим императором у него заложено это вот не зря вы встретились кстати это судьбоносный мужчина потому что вы этого императора в нем сразу разглядели когда только вот знакомились да посмотрите император дьявол да но это конечно кармические у него есть долги он какой-то тяжелый характер может иметь связано с какой-то кармой император дьявол и рыцарь пентакли может он себя сразу позиционировал как мужчина богатый но таким не явился но кстати он не обманывал у него есть материальный потенциал очень сильный по этому раскладу да нужно ли вы ему конечно нужно ну конечно потому что вы королевой меча он знаете вот по королеве меча а мужчина хочет он хочет чтобы было вы рядом хочет рассказали о нем правда вот знаете хочет он провоцирует вас на эту правду а потом обижается сразу такая вещь то провоцирует потом обижается видите шестерка жезла как раз об этом он провоцирует вас на эту правду а потом обижается что что за этот тип такой он сам себе он очень противоречивый человек и каждый раз каждый раз он кстати ставит планку все выше вот эту провокации а потом обижается знает чтобы за словом карман не полезете потому что вы умная у вас резкий он резкий четкий ум а зачем вам скрывать этот ум зачем да король чаш вы для него король чаш он тушуется при вашем видео он может быть недооценивает себя какой-то степени на девятка жезлов да он типа пострадал от вас на самом деле вы от него пострадали ведь это же ваша колонка на самом деле вы от него пострадали на самом деле так и было да на самом деле он замучил вас уже может подозрениями ревностью может замучил своим плохим характером карта смерть старший аркан а вы давно хотели точку поставить между ними и вами мы давно уже хотели поставить точку куда знаете это старший аркан он предлагает вам знать знаете можно ставить точку в том что было вид между вами вот так вот как бы резинкой эластиком стереть все обиды старший аркан и выходит очень правдивый расклад да повешанный тоже смерть и повешенный ну да вы терпели долго повешено это долго терпения да долго терпения но тоже вы размышляй либо не просто терпели вы размышляли что вы можете сделать об этом как вы можете улучшить это и другое ну вы активный человек вы размышляли вы старались что-то сделать вы все нет не пускай на самотек и вас вообще раздражает даже иногда бесит кстати в нем что он очень многое пускает на самотек этот человек очень многое пускает на самотек знаете если мы тут праздник не планируем праздника не будет а между вами давно не было праздников застой какой-то повешенный застой карта смерть вообще вы думаете с этим мужчиной ну вот как смерть жить да как спокойником жить на кого такой никакой пресный часто бывает но у него на нем может быть магическое влияние по карте дьявол на нем кстати может такое быть шестерка чаш на самом деле карта хорошее это не только подарки из прошлого нет конечно шестерка чаш это тоже найти возможность все обновить он тоже ищет выхода надо не видно на первый взгляд да потому что человек на вид какой-то равнодушный что ли он тоже ищет выход а то он тоже ищет вас обрадовать ведь шестерка чаш это подарки это сюрпризы от мужчин это его желание вам угодить но это не выглядит так потому что он сразу начинает цепляться сразу начинать цепляться к вашему характеру кстати у вас есть претензии к нему к его характеру вот такая вещь здесь притирка друг друга идет очень мощно и давно у некоторых проиграется что давно вы уже притираетесь к друг другу мы какая хорошая карта а потому что это королева жезлов и эта карта говорит что вы будете счастливы еще вас впереди большое личное счастье счастье в личной жизни мужская это королева жезлов это именно счастье в личной жизни это у вас впереди так что карта хорошая здесь подсолнки напоминают на старший арканы да то есть вам по гороскопу по судьбе да намекает на судьбу потому что подсолнух это же кто вы по гороскопу по солнцу или по асценденту напишите пожалуйста в комментариях я вижу что у вас в судьбе возврат свои силы королева жезлов это сильный человек вы будете счастливы еще в отношениях в личной жизни обязательно колесо фортуны вот как сказала такие есть мои дорогие такие есть карты сами за себя говорят да у вас еще будет счастье в личной жизни как сказала так и есть вы королева жезлов это счастливая женщина у которой есть вот знаете в постели в постели счастье вы знаете о чем я потому что жезлы об этом как раз об этом о силе силе жизни что-то какое карта осталось на столе двойка жезлов но очень хорошая карта опять же злой вы и он до перри тройка это извините вы и он в этих картах тройка жезлов нужно смотреть внимательно потому что этот же звук как будто рамочка кусочек рамочки тройка жезлов это то есть вы он и ваше будущее 3 это очень счастливый номер для отношений вы он и ваше будущее здесь я вижу перспектива до перспектива развития отношений у многих это проиграется мои дорогие перспектива развития отношений ну как-то он будет больше прислушиваться к вам надеяться на это стоит потому что иначе бы колесо фортуны не вышло я картам всецело и полностью доверяю вышло колесо фортуны мужчина хочет чтобы было счастье какой человек не хочет счастья только не очень здоровый психически да вообще нормальный человек хочет счастья и колесо фортуны окружена жезловыми картами значит она реализуется у вас то карта вас бы счастье в личной жизни это несомненно с этим человеком или нет покажут карты карта шут у некоторых проиграется вам нужно искать счастливые отношения вам нужно искать мужчину который подходит для вас лучше потому что шут это вы это человек который на пути вы на пути. Либо у вас, у некоторых проиграется на пути друг к другу, вы на пути, вот смотрите, это путь, карта тройка жезла, это ваш путь. И выход, решение – это средний жезл. На пути к счастливой жизни вы на пути. У некоторых проиграется на пути к тому, что у вас примирение будет, а у некоторых проиграется, что вы на пути вообще для счастья в личной жизни. Вот с ними или без него. Есть такая песня, «Буду счастлива с тобой или без тебя». «Буду счастлива точно». И это, знаете, вот это программирование себя в этой песне, оно же правильное. Потому что если человек на пути к счастью, он его найдёт. Это вы. Вы точно будете счастливы. И вот видите, ведь подсолнух — это личное счастье. Здесь очень мощные карты. Они же заговорены на счастливую жизнь. Очень-очень сильные. Но карта Шут говорит, что сейчас обновление. Происходит теперь новый цикл между вами, новый цикл жизни между вами. И вы, и мужчина, оба вы находитесь на пути к друг другу. Многие проиграются. Да, вот так, да. Мощно. Очень мощно. Колесница. Скоро будет жизнь ваша очень меняться. Колесница — это скоро. Что-то будет скоро происходить. Ваша жизнь будет очень-очень меняться. И вы будете стоять. Вы сейчас стоите на пороге новых каких-то перемен. Стоите на пороге перемен. Ваша жизнь будет скоро очень меняться. Ведь колесница говорит, что будьте аккуратны, осторожны. Ведь эта карта тоже предупреждающая. Она говорит, что сейчас вы находитесь на перепутье. Чтобы не наломать так называемый дров. Есть такое выражение — наломать дров. Чтобы этих дров не наломать. Колесница часто говорит, что прислушивайтесь, смотрите вокруг, кто влияет на ваши отношения. Здесь у некоторых есть негативное влияние по карте дьявол. Не слушайте разговоры, пересуды. Слушайте своё сердце. И с мужчиной вам нужно, конечно, найти общий язык. Он будет к этому стремиться. Но в нём есть потенциал, как я уже сказала. Всё, что я сказала, в картах открылось. В нём есть потенциал обязательно. Ой, но четвёрка чаш. Вы знаете, по этой карте не слушайте других, которые говорят, что-то так не с вами, не так. Или с ним не так. Вот эти три чаши прошлого, да, расшифровка карт. Когда будет лучше? Ну вот здесь сезон весны. Сезон весны, да, именно на этой карте. Ну чаши — это, конечно, будет лучше с мужчиной, у которого что-то есть в знаках воды. То есть рыбы, раки и скорпионы. Это может быть не обязательно солнце. Может быть асцендент, луна или так называемые планеты личностного плана. Это Венера, Марс или Меркурий. И что-то у него есть в знаках воды. Если это такой мужчина вам ещё не встретился, то здесь по этой карте я вижу, что четвёрка чаш говорит, что у вас возможна встреча в скором времени с новым человеком в вашей жизни. Это человек, вот у него что-то в этих знаках, стихии вода, да. Стоит, знаете, здесь чаша, интересно, на черепахе, да. Я не знаю, ли вам видно на черепахе. Вот эта черепаха была здесь. К чему идёт здесь разговор? Ведь черепаха говорит, что вам кажется, что жизнь медлит, что нет подарков судьбы давно. Вам кажется, что жизнь как-то застыла, и вы бьётесь, как рыба об лёд. Вот именно по этой карте вполне возможно, что у вас такое чувство, что как будто вы бьётесь, как рыба об лёд. И не можете найти выход. Понимаете? Но на самом деле четвёрка чаш говорит, что либо же будет возврат мужчины, очень скоро по колеснице, очень скоро он появится в вашей жизни, и он будет просить прощения, он будет пробовать наладить с вами связь. По этим двум картам он вполне возможно следит за вами. Кстати, здесь может быть какой-то новый знакомый проходить у некоторых девочек, которые, знаете, вот как на предприятии, например, вы чувствуете, что когда он подходит именно к вам, как начальник или ещё кто-то, у него как бы шаг замедляется, какая-то нерешительность появляется. Четвёрка чаш — это нерешительность. Или он дышит по-другому. То есть он к вам, как говорили раньше, дышит неровно, неравнодушен, другими словами. А мужчина к вам неравнодушен, именно тот, о котором вы сейчас думаете, это наверняка. Он будет срочно что-то предпринимать. Здесь я вижу возможность свидания. Возможность свидания вижу здесь, да. Ну вот вам нужно занять позицию шута. То есть будь что будет, а я буду радоваться каждому дню. Вот будь что будет, это позиция шута у вас. И когда идёт сочетание шута именно с Кольцом Фортуны, это оно и есть такое, да. Ведь Кольцо Фортуны — десятая карта, один и ноль. Это как маг опять, да. Один-ноль шут, нулевая карта. У нас когда-то играли в дурака, да, на самом деле это ещё идёт со старших арканов, потому что шут по-другому называется дурак. То есть человек, который как бы не видит плохого, и на самом деле, ну это не дурак, да, это умный человек не видит плохого, потому что что видит плохое? Нужно видеть хорошее, к нему стремиться, да. Ну вот ещё вот шут дурак, оно здесь именно с дьяволом говорит, что не видеть плохого в друг друге. Есть такое понятие, что к другим не достучаться, или же они, знаете, всего не говорят, или же они люди другие. Вот нельзя именно до конца с ними договориться, да. Вот есть такое непонимание, недопонимание, да. Но в этом есть много правды, потому что здесь астрологический расклад, как я уже говорила, да, много примеров приводила таких. Недопонимание с другими — это когда мы хотим докопаться до той истины, которая нам не нужна. Вот сразу вам говорю. Потому что по дьяволу каждый человек, мир другого человека — это как дьявол, и другие люди — это всегда препятствие. И именно даже любимые, там дети, родители, любимый мужчина — всегда препятствие, если мы вот до истины хотим докопаться. Там в истине у него своя правда, у него свой мир внутри. Этот мир основан на его хранителях рода, на его женской материнской линии, на его воспитании в детстве, на его карьере, на его взаимоотношении с собой. Он у нас целая куча, да. И если туда копнуть, там никогда нельзя найти общего знаменателя. Но если бы он был точной копией вас, так зачем он вам нужен был тогда, другими словами? А он никогда не может быть точной копией вас. Поэтому я здесь говорю, что не докапывайтесь. А вот такой шут-дурак, типа прикинулся дурачком. Он, кстати, может часто и прикидывается вот этим дурачком. Теперь я читаю весь расклад, я делаю итог расклада. Кто не знает, расклад не читается никогда по одной карте. Поэтому показываю вам все карты. И когда мы не видим те карты, которые раньше были выложены, мы не можем читать расклад до конца. Нет. Итог делается по сенаследу, как симфония. Я дирижер этой симфонии, да. Вот. И даю вам здесь итог карты. Вернее, итог расклада. Кстати, будет расклад по-новому звучать, когда вы в разное время будете его смотреть. Потому что в этой симфонии вы самый главный игрок. Я дирижер оркестра. Это оркестр. Но вы сидите в зале. Вы сидите в зале на самом главном троне. Да, вот как у нас когда-то представители партии сидели там, да. Я девочке не отвлекаюсь. Это по делу всё. И мальчики тоже, кстати. И вот вы, как этот представитель партии, как на троне сидите там где-то в правительственной ложе, да. Это не зря. Именно от вашего вопроса, от вашего состояния, когда вы смотрите, зависит то, как вы это всё будете слышать. Так что вы игрок в этой симфонии. Самое главное для вас играет оркестр. И первая скрипка. Для вас играет любой, даже последний там гобой, где-то, да, который там где-то на периферии. Может быть, не очень важны его звуки, но он тоже для вас играет. И для вас дирижёр. То есть я это всё вместе собрал. Так что не сомневайтесь. Именно здесь итог расклада. И я вижу, что вы дирижируете вообще всем. Кстати, не я, а вы. Потому что королева меча вы, да. Самое главное вот эти две карты. Вы королева меча, и вам решать. У вас перспектива быть очень счастливой. Ведь по шестёрке чаш — это не прошлое. Нет, это новые подарки судьбы, новые подарки от мужчины, сюрпризы, его заботы о вас. Вот это чаши. Это новая любовь. Это новая бесконечная радость в ваших отношениях. Это вообще счастье. Расклад такой классный. И да, вот этот шут, дурак, это когда мы ля-ля-ля-ля-ля, вот так вот живём, да, как дети. Это правильная, правильная жизнь. Когда мы не заморачиваемся, не видим друг в друге там погрешности. И вам советуют расклад, вот унаследовать себе вот такой аттитюд жизни. То есть такое отношение к жизни, свободное, такое, как праздник. Праздник ведь — это самоощущение. И знаете, вот это выражение «буду счастлива с ними или без него» именно по этому раскладу проходит. Мужчина будет на коленках, приползёт, будет просить, чтобы вы были с ним. Но вам выбирать, и это будет скоро, вам нужно будет выбирать. И так живите для себя. Вот независимо, в каком настроении он домой пришёл. Здесь, конечно, очень-очень глубоко расклад раскрылся и вам всё показал. Я знаю точно, что вы будете счастливы. Я знаю точно, что у вас всё будет хорошо. И приходите на мои расклады прошлые или будущие. Прошлые расклады — это, как знаете, крепко выдержанное вино. Многим помогли и вам помогут. Ну а новые расклады тоже важные. На моих раскладах можно выговориться, увидеть будущее. Поэтому чем больше вы смотрите, если в кайф, тем лучше же для вас. Потому что вы анализируете свой внутренний мир и своё счастье, будущее. Это всегда на пользу. Это не базарное гадание. Всегда на пользу. Кстати, хочу сказать, что я за деньги карты не раскладываю. У меня нет в TikTok, по-русски TikTok. И если вам предлагают расклады за деньги от моего имени, это не я. Я никогда не делаю расклады за деньги. Нужно это знать, да? Я вас люблю, обожаю, поэтому для вас стараюсь. Подписывайтесь. Здесь всё для вас. И именно мои общие расклады очень правдивые будут для вас обязательно. Ставьте пальчик вверх или вниз. Если есть желание оценить мою работу, именно выразить эмоцию, это хорошо для здоровья. Так что ставьте пальчик вверх или вниз. Это сделано, кстати, для вас, а не для продвижения канала. Кто неправильно думает так. Ну а я знаю точно, что у вас будет всё замечательно. А ещё я знаю точно, что по вашему желанию, конечно, вы хозяин-барин, но мы обязательно увидимся. Всем любви, добра и счастья. И от меня лично, если не побрезгуете медвежьи обнимашки из медвежьей лесной страны. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok